Итак, я продолжаю прохождение игры котика. Сейчас я нахожусь в старой шахте, куда вы пришли в прошлый раз. Что ты можешь сказать о шахте? Ты можешь рассказать мне что-нибудь о шахте? Мы находимся в главном стволе. Вниз можно спуститься с помощью системы переходов. Рудокопы работают везде. Но будь осторожен, здесь очень много ползунов. На нижнем горизонте стоит плавильня. Мы сами плавим небольшую часть добываемой руды. Понятно. Чего следует остерегаться в шахтах? Расскажи мне, чего здесь следует остерегаться? Главную опасность представляют ползуны. Из-за них мы вынуждены были оставить несколько забоев. Они даже съели нескольких рудокопов. Расскажи мне о ползунах. У меня в горле совсем пересохло. Если ты принесешь мне пиво, я расскажу тебе о них. Вот, выпей за мое здоровье. Вот, выпей это за мое здоровье. Расскажи мне еще что-нибудь о шахте. Расскажи об этом что-нибудь еще. Я думаю, Вайпер сможет рассказать тебе больше. Спроси его. Он наш плавильщик. Или поговори с Яном. Он управляет всеми делами шахты. О, кстати, мне же к Яну как раз надо. Надо забрать этот список. Где его найти, могу? Где мне найти Яна? Он находится в центре главного ствола, возле склада. Да, ты знаешь Торуса? Забудь здесь о нем. В шахте командует только один человек. И это Ян. Он у нас главный. Если ты поссорился с ним, считай, что ты поссорился со всеми в шахте. Понял? Понятно. До встречи. До встречи. Грибки растут. Да, тут больно темно. Рудокоп Глен. Я хочу осмотреть шахту. Можешь что-нибудь посоветовать? Держись подальше от ползунов. Чем ниже ты спускаешься, тем больше будет вокруг этих тварей. Мерзкие порождения Белиара. Они таятся во тьме и поджидают свою добычу. Ты слышишь, как их когти царапают камень, когда они подбираются все ближе и ближе. Я видел, как они убивают. Они быстрые и безжалостные. Если тебе дорога жизнь, лучше уноси отсюда ноги, пока еще цел. Я хочу осмотреть... Да, понял я уже, что ползуны главную опасность тут представляют. Видимо, кроме ползунов никаких опасностей нет больше. Отдохни, маленка. Да, я сейчас тут добуду пару песков. Кажется, еще немного и что-то получится. Ну, давай, давай, давай. Работай! Удачи, удалось добыть кусок руды. Отлично. Думаю, надо подкрепиться. Потому что я тут знаю, есть... ...одна из... ...пещер... ...где живут ползуны. Так вот, в ней лежит очень... ...крутой луг. Ну, пока не... ...не самый крутой, конечно, но... ...для меня крутой, действительно. Я могу у тебя что-нибудь купить? У меня есть все, что можно продать. А то, чего у меня нет, все равно никому не нужно. Ну, сюда факелы, стрелы, арбалетные скрыли. Еще свеки. У меня, кстати, есть пара зеликов. А что я бы продать-то могу? Только мясо. Не, мясо мы потом плавильщику продадем. Продадим. Фу ты. У него дофига этой самой руды. Страж... ...травку свою крутит. Что делают стражи в шахте? Что могут стражи делать в этой шахте? Охотятся на ползунов. Тебе лучше бы уйти в лагерь. Жизнь целее будет. Зачем вы охотитесь на ползунов? А зачем вы охотитесь на ползунов? Челюсти. Вот что нам надо. В них содержится ценная слюна. Что она из себя представляет? Яд. Но Коргалом знает, как из него приготовить эликсир. Кто такой Коргалом? Кто такой Коргалом? Он один из самых влиятельных особ нашего братства. Он знает многое. И даже как читать мысли людей. Еще он алхимик. Приготовленные им эликсиры помогают душе говорить со спящим. Да ты просто загляни в лагерь. У нас всегда рады новичкам. Хорошо. Может быть загляну. Загляну обязательно. Как добываются челюсти ползунов? Как добывать слюну ползунов? Это не такое уж легкое дело. Но если хочешь, могу научить. Уверен. Да, право. Давайте найдем кого-нибудь из того, который обучит нас этому телу за просто так. То есть, чтобы мы не тратили очки обучения. Спрыгнули пониже. Куда идти теперь? Можно туда. Можно туда. Ну, давайте здесь. Грибочки соберем. Кстати, я тут планирую снимать ритпы. Вы, наверное, знаете, что это такое. Кто не знает, посмотреть в ютубе. Их, этих ритпов, очень много. Но прежде чем начинать их снимать, я хочу посмотреть, что вы об этом думаете. Поэтому оставлю в верхнем углу экрана подсказку с голосованием. Проголосуйте обязательно, чтобы я видел, хотите ли вы, чтобы я ритвы снимал или нет. Да, жутковатое это место. Реально шутковатое. Страшник. Страшник. Ой. Понятно. Там наверняка одна из пещер пузунов. Ты не наверняка, я знаю. Короче, я тут в то время, когда не снимал прохождение, я уже всю игру прошу. Ну-ка, тут нет ничего прикольного. Да ничего. Ладно, давайте назад. Пока мы тут к пулзунам не съерашились. Сгоревший пакел. Ещё один сгоревший пакел. Эй, чувак, а ты тут чё не работаешь? Стражники никогда не поймают меня. О чём это ты? О чём ты говоришь? Я работаю только тогда, когда они подходят слишком близко. Всё остальное время я занимаюсь своими делами. Думаю, они всё равно тебя подозревают. Зачем это тебе? Конечно, ты прав. Я получаю так же мало руды, как все здесь. Её всегда не хватает. Так что приходится меняться. Я всегда в курсе последних событий. Могу рассказать много интересного. У тебя с собой случайно есть руда? Ну, скажем, десять кусков. Есть, конечно. Расскажи. Хорошо. Возьми десять кусков. Спасибо. Если ты вернёшься в главный ствол шахты и спустишься вниз, то увидишь две пещеры. В одной из них будет стоять стражник. Там же стоит старый пресс. Если тебе повезёт, ты найдёшь зелье лечения. Но будь осторожен. Там повсюду ползуны. Если захочешь узнать что-нибудь ещё, приходи ко мне. Уж я смогу тебе помочь. Желаю... Ты знаешь! Так, ну чё? Спаливаем его или нет? Не, не будем уж его выдавать. А то ещё обидится на нас и перестанет передавать информации. Уходим отсюда. Уходим отсюда. Главный ствол. А может и нет. Ну, скорее всего. Снайпс. Как идут дела? Я могу предложить тебе одно дельце. Если ты сможешь отправить Аарона подальше от его сундука, я дам тебе десять кусков руды. А где тот самый Аарон? Вот он. Чем ты занимаешься? Что ты здесь делаешь? Охраняйте свой сундук, чтобы рудокопы типа снайпса не лезли в него. Так, прежде чем выманивать его, давайте сохранимся. Ну-ка. Не, я уже знаю, что этим его не выманишь. Он скажет, типа, ты меня того. Вы сами поняли чё. Ну, конечно, он не так скажет. Он скажет просто, что ты врёшь мне. Я знаю, чё надо сделать. Сначала надо поговорить с Яном. Он вон там, внизу. Ух ты. А это тут что такое? Это склад, кстати. Когда я, кстати, сам проходил игру, я здесь не обворовывал ничего. А теперь давайте обворуем. Надо только... Убрать вот этого чувака. С пути. Что хранится на складе? Это тебя не касается. А ты здесь давно стоишь. Хочешь пить? Ты прав. Да, с удовольствием бы что-нибудь выпил. А у тебя есть с собой что-нибудь? Держи, прихватил специально для тебя. Вот. Выпей это за моё здоровье. Спасибо. Так, сейчас он выпьет и подобреет. Ну, думаю, так. Я уж не помню тут всего. Ну, а теперь, что же всё-таки хранится на складе? Так ты можешь сказать, что хранится на складе? Ну, несколько сундуков с припасами. Только вот ключ от них всё равно потерялся. Потерялся? Да. Думаю, без Алифа здесь не обошлось. Ему вообще не стоит доверять. Алиф? Кажется, я знаю. Вернусь я к нему потом ещё. Граймс. Старый руд. Новенький? Ты руду добывал когда-нибудь? Ты здесь давно? Ты давно здесь живёшь? Да. Я уже лет десять здесь живу. И знаешь, за это время я многому научился и многое испытал. В какие только неприятности я не попадал. Но, как видишь, я всё ещё жив. Когда-то давным-давно мы работали на шахте. Теперь она заброшена. Да и балки, наверное, уже давно обрушились. Но это было давно. Ты уже наверняка слышал рассказы о разных планах побега. Должно быть, ты уже немало слышал о разных планах побега из колонии. Послушай, парень, я понимаю твоё желание выбраться отсюда. Но мой совет — забудь об этом. Лучше и не думай о побеге. Я видел тех, кто пытался пройти через барьер. Не повторяя их ошибок. Барьер никого не выпустит. В мои планы не входит провести ближайшие десять лет в этой шахте. Не хочешь — не надо. Возможно, когда-нибудь ты будешь большим человеком. Кто знает. Да только барьеру не важно, кем ты будешь. Он тебя всё равно остановит. Это не барьер остановит. И тебе того же, паренёк. А мы остановим барьер. Это тут, кстати, главная задача игры. Будем продвигаться по сюжету и в конце уничтожим барьер. И все будут свободны. Поговорим-ка с этим Яном. Ты Ян? Главный человек в этой шахте? Да, меня зовут Ян. Это моя шахта. Тебе лучше ничего здесь не трогать. И постарайся ничего не сломать. Разве эта шахта принадлежит не Гамезу? Я думал, что эта шахта принадлежит Гамезу. Конечно, эта шахта принадлежит старому лагерю. Но здесь внизу вся власть принадлежит мне. И больше никому. Ну-ка, расскажи мне о шахте. Расскажи мне об этой шахте. Если ты захочешь осмотреть шахту, тебе не следует далеко отходить от основного ствола. В дальних забоях обитает очень много ползунов. И постарайся не отвлекать страхников. Большую часть времени они ничего не делают. Но уж если поблизости окажется ползун, они смогут тебя защитить. Хорошо. Я это запомню. Ладно, у меня еще много дел. Но помни, не мешай моим людям работать. Я просто посмотрю шахту. Так, может расскажешь, как здесь добывается руда? Ты можешь рассказать мне о добыче руды? Рудокопы добывают здесь руду днем и ночью. Наша выработка составляет 220 мешков руды. 20 из них идет на переплавку. Из всей руды, которую мы поставляем королю, можно выковать не одну сотню клинков. Я слышал, у этой руды есть и магические свойства. Я слышал, что это не простая руда, а магическая. Ты можешь рассказать мне о ней? Магическая руда обладает особыми свойствами. Оружие из нее никогда не ломается. А клинки выходят гораздо острее, чем из обычного железа. Армия солдат с таким оружием имеет серьезное преимущество в любой битве. Ну, понятное дело. А можешь рассказать еще что-нибудь о руде? А ты знаешь о руде еще что-нибудь? К сожалению, руда теряет магические свойства при переплавке. Только в плавильнях Нордмара знают правильный способ. Но даже в этом случае, оружие из нашей руды превосходит обычное оружие по многим параметрам и наносит больший урон врагу. Эх, жаль. Но хотя оно больше урон врагу наносит, он сказал, это уже хорошо. Я, кстати, выковал себе один из таких мечей. Но он все равно слабый. Потом будет оружие гораздо мощнее, уж поверьте мне. Меня прислал Диего, я должен забрать список. Диего прислал меня сюда. Я должен забрать список. Понятно. Вот тебе список. Они должны поторопиться с доставкой. Могу осмотреть шахту? Только не создавай нам лишних проблем. Не волнуйтесь, не создам. Еще один токарс. Я могу что-нибудь купить у тебя? Посмотрим, что я не могу. Еще бы. Все, что захочешь. Если сможешь заплатить. Ну, почти то же самое, что и у первого. Ладно. А мне пора заниматься воровством. Какие у меня тут задания? О, склад Ульберта, сундук Арона. Арона, вернее. Так. Испытание Веры, вступление в старый лагерь, вступление в полотный лагерь, новые рекруты для братства, письмо из внешнего мира. Так. Ладно. Займемся пока складом и сундуком. Так. Начнем с сундука. Так. Меня прислал Ян, ты должен отправиться к нему немедленно. Меня прислал Ян. Он сказал, что хочет видеть тебя. Чего он хочет? Так. Он хочет наградить тебя. Он хочет наградить тебя за твою работу. Правда? Если так, разрешаю тебе забрать эту награду. Чего он? А ну-ка. Так. Если это... Видимо, он... Все-таки крепкий орешек. Ладно. Он накажет тебя за твою лень. Он хочет наказать тебя. Говорит, что ты бездельник, каких мало. Первый раз, что ли? Лучше убирайся отсюда. Ладно. Чего он... Понятия не имею. А, не знаю, чего он там хочет. Сходи к нему и сам узнать. Думаешь, он рассказал бы мне об этом? О, наконец-то. Хорошо, уже иду. Давай, чеши. Для этого мне нужен ключ. А, ключ нужен. А ключ наверняка у этого снайпса. Ну, где мои 10 кусков? Возьми, ты заслужил их. Да, знаешь, что еще? У меня есть ключ от этого сундука. Только для тебя. Всего за 30 кусков. Паруканск. Я его покупаю. Думаю, дело того стоит. А что с этого получишь ты? Да знаешь, мне просто приятно, что я смогу обвести кого-то из стражников вокруг пальца. А если что-то из этого сундука окажется у меня, мне не жить. Еще? Конечно. Так, надо срочно обшарить сундук, пока этот не вернулся. А что тут? Руда, исцеление, пиво. Давайте свистнем немного руды. Нет. Свистнем все. Не волнуйтесь, нам за это ничего не будет. Я уже играл. Ладно. А теперь к Алифу. За ключом от склада. Он у нас где-то здесь сидит. Вот видите, я же говорил, что он нам еще полезен будет. Поэтому не надо его выдавать. Алиф. Уже работает. Ты знаешь что-нибудь о ключе к ящикам на складе? Ну, все зависит от... От того, сколько я заплачу? Вот. Ты быстро учишься? На, вот 30 кусков. Предлагаю 30 кусков. Хорошо. У меня как раз есть ключ. Совершенно случайно, кстати. Желаю удачи. Ты знаешь? Ну, спасибо. Так. А теперь идемте обчищать склад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Аарон уже вернулся. Поговорю-ка с ним. Эй, парень! Следующая такая шутка будет для тебя последней. Понял? Ты ничего не потерял, к примеру, ключ от сундука? Эй! Ты не терял ключ от своего сундука? Верно. Даже не хочу предполагать, откуда ты узнал об этом ключе. 20 кусков, если ты вернешь мне ключ. Вот твой ключ. Отлично. Мой ключ, точно. Вот как мы и договаривались. Твои 20 кусков руды. Но в будущем я с тебя глаз уже не спущу. Отлично. Проверим. Проверим. Идемте на склад. Что тебе от меня нужно? Мне нужно, чтобы ты отсюда смотался. Слушай, пьяные стражники сидят внизу и едят жареное мясо. Что? Без меня? Ну так я пойду и заберу свою долю. Давай чеши. А я тут пока обшариваюсь. Ух ты, бух ты. Здесь магические спитки. Отлично. Аса стала брать не путем, чтобы подозрений не вызывать. Ой, мы прямиком сюда пришли. Эй ты, не было там никакого мяса. Наверное, я ошибся. Желаю хорошего дня. О, еще один. Чувак. Эй, так ты поговоришь со мной или нет? Желаю удачи. И тебе того же, паренек. Че-то он ничего не говорит больше. Так, а Ян? Что тебе от меня нужно? Ян тут мне пилюли не ставит? Могу, только не... Вроде нет. Ну ладно, а теперь отправляемся еще ниже. Хотя нет. Думаю, на этом закругляться пора. Нижнюю часть шахты будем осматривать в следующий раз. А на этом мое прохождение подходит к концу. И если вы хотите посмотреть дальше, поставьте, конечно же, лайк. И не забудьте проголосовать.